Модератором этой сессии будет Марк Миллингтон-Бак, который, собственно, развивает бизнес московской биржи в офшоре, в Лондоне. И я вижу, появился на экране Джереми. Hello, guys. Марк, Джереми, слышите меня? Да, слышу вас, как вы говорите. Небольшое я вступление сделал и представил вас, пожалуйста, Марк, ваша очередь теперь. Джереми, большое спасибо еще раз за то, что вы к нам присоединились. Очень приятно вас увидеть на экране и услышать вас также не менее приятно, услышать ваши идеи. Марк, пожалуйста, вам слово. Спасибо, спасибо. Хотел бы начать с того, что, собственно говоря, говорю с вами из удаленного места. Мои планы на отпуск изменились. И, собственно говоря, очень удачно, потому что я могу участвовать в этом фантастическом мероприятии как форум. И, собственно говоря, могу выступать в роли модератора. Очень интересная панель разговора Камина с Джереми Смартом. Тут интересно, Джереми, почему сейчас довольно активно обсуждается эта тема алготорговли. И, собственно говоря, многие говорят о том, что это сейчас все проще и проще осуществлять, учитывая искусственный интеллект и машинное обучение. Однако, наверное, все не так просто. Может быть, вы нам могли бы это объяснить. Может быть, рассказать о своем впечатлении о том, куда будут развиваться глобальные рынки. И все-таки, почему это иногда не так легко. Спасибо, Марко. Ну, вы знаете, конечно, жалко, что я не могу лично присутствовать на форуме. Очень жаль, что такая ситуация сложилась. Конечно, из года в год ситуация не облегчается. Конкуренция на этом рынке очень активная с участием банков и небанков в области валютного курса. На самом деле ситуация очень уникальная в качестве рынка, так как и банки, и небанки, они идут впереди рынка. Но, в частности, есть хорошие причины для того, почему сейчас проблематично поддерживать свою рыночную позицию вверху рынка. Почему это сложнее, чем раньше. Конечно, это связано с такими вопросами, как сложность рынка. Сложность рынка действительно изменяет ситуацию постоянно, и сложность эта растет. Например, мы видим продолжающую фрагментацию ликвидности на валютном рынке не только с точки зрения платформы и площадок. Конечно, это традиционные вопросы, которые надо учитывать при анализе фрагментации. Однако идет фрагментация и на уровне протоколов. Поэтому ликвидность распределяется по отдельным пулам ликвидности. Могу дать пример того, что я имею в виду. Если вы посмотрите на BCNs, то многие BCNs сегодня являются безопасными такими пулами ликвидности, такими темными пулами ликвидности. Это частные такие комнаты, где имеются лишь отдельные участники. Для отдельных участников они создаются, и имеются соответствующие алгоритмы, которые обеспечат исполнение подобных сделок. Поэтому фрагментация идет не только по площадкам, но и по протоколам. Это мы наблюдаем на самых разных рынках. Нет реального давления для рынка к тому, чтобы проводить существенную консолидацию усилий на рынке. И это касается и деятельности бирж, это, например, деятельности CMC на рынке. Поэтому вряд ли можно ожидать в ближайшее время какой-либо существенной консолидации усилий. То есть вы говорите о том, что банки не пытаются консолидировать платформы, не будут это, собственно говоря, консолидировать до уровня базовых платформ. Кроме того, наверное, само мышление должно обеспечить консолидацию. Однако вы считаете, что все-таки, несмотря на все это, мы видим все больше и больше фрагментации? Да, это действительно так. И, как уже говорилось, мы наблюдаем такую фрагментацию, как я говорил, на уровне протокола. Какие-то вещи остаются постоянными и по-прежнему все-таки происходит на уровне протокола фрагментации ликвидности, в том числе и с распределением ее параличным пулам ликвидности. И есть еще один серьезный фактор, а это рост рыночной информации, рыночных данных. Причем экспоненциально огромный рост объема таких данных. Поэтому очень сложно людям выйти на рынок, если они хотят стать маркетмейкерами. Потому что одно из серьезных, существенных барьеров – это стоимость технологий выхода на рынок. Необходимо прежнему затратить большие средства для выхода на рынок. Это затраты постоянно растут, особенно если говорить о рынках с очень узкими спредами. Хотя немножко больше и шире стали спреды, чем до пандемии, тем не менее, все равно мы наблюдаем с вами достаточно небольшие спреды. И относительная прибыль на рынки для маркетмейкера также невелика. Это серьезные препятствия для выхода на рынок. И, в частности, это приводит к тому, что выталкиваются, если хотите, небольшие игроки с рынка. А это приводит к ситуации, когда все меньше маркетмейкеров отвечают за формирование цены и развитие рынка. Это нездоровая ситуация для рынка. В ситуации, когда, например, на первичном рынке вы часто увидите два или три маркетмейкера, которые отвечают за формирование цены и определение цены, и такие ликвидные рынки, евро, доллар и так далее. Банки говорят о машинном обучении, о технологиях, но это же не напрямую относится к наукам, которые необходимы для развития рынков. Пока такого нет. Пока это только, конечно, зарождается, однако это применимо, и это актуально. Когда вы посмотрите на этот вопрос рыночных данных, то изникает проблема больших данных, big data, и надо обрабатывать эти данные, и, конечно, это обработка, и возможность обработки этих данных будет играть большую роль в будущем. Мы действительно говорим о том, что необходимо развивать эти банковские технологии, пока этого нет. Переходя к России, одна из проблем, когда мы берем Россию с точки зрения формирования этого рынка, то что вы можете по этому поводу сказать? Да, конечно, мы имеем планы развития на рынке и привержены этим планам, но одна из основных проблем, которая нам видится, заключается в следующем. Ну, надо, наверное, в первую очередь сказать следующее. Когда я смотрю на ликвидные, если после пандемии, ну, пока мы еще не преодолели пандемию, но, тем не менее, все начинают сейчас уже говорить о периоде после пандемии, что будет происходить. А мы пока сейчас находимся как раз на самом пике второй волны, по крайней мере, если говорить о Западной Европе. То есть люди говорят, на самом деле, может быть, о кризисе рынка перед началом пандемии, март, апрель, особенно если говорить о марте, когда там были подвижки по доллару. И одна из проблем заключается в том, что ликвидность достаточно небольшая и остается небольшой даже после, по стечению нескольких месяцев, после таких серьезных изменений на рынке. Если вы возьмете другие рынки, то мы видим, что ликвидность на рынке в России не восстановится таким же образом, как это происходило на рынках Г-10 и так далее. Но в любом случае, если вы возьмете индексы, то все валюты торгуются ниже индекса, которые были установлены до пандемии. То есть большинство валют, они более слабые, чем до пандемии. Рубль на самом деле находится на нижней границе этого списка валют. Если взять валюты, то рубль где-то, торгуется где-то между 25-30% уровня ликвидности до пандемии, если вы возьмете какие-то конкретные месяцы. Ликвидность даже хуже в последние 2-3 недели. Очевидно, что это серьезный вызов, серьезный вызов, как бы вы не рассматривали рынок, поэтому показатели ликвидности достаточно сегодня проблематичные, хотя и цены не очень высокие. Но говорят о том, что мы должны оживить рынок расчета ликвидности, поэтому мы берем меры по сокращению рисков, но рынок ОТС в России и, может быть, и в мире, это важное развитие рынка в России. Как вы считаете, как это будет работать в России? Ну, можно бы говорить, скажем, о слиянии с некоторыми платформами. Я думаю, что эти вопросы очень важны. Мы, как клиринговая аппарата, за этим также внимательно наблюдаем. Ну, если говорить о клиринге ОТС, в неуберзовом клиринге, то, во-первых, что я хотел сказать? Хотелось бы по всем валютным рынкам видеть подобную ситуацию. Дэвид Мерсер говорил о том, что с использованием блокчейнов можно будет проводить расчеты в реальном времени, и время сокращается для расчетов. Мне нравится такое развитие ситуации. Но, по крайней мере, сейчас для большинства бирж это время гораздо больше. Если говорить о двустороннем кредите, то это серьезный тормоз на пути развития глобального рынка, и не только в России. Конечно, в России ситуация может быть еще сложнее, но ОТС, на самом деле, это вопрос, который должен быть до всего мира. Если посмотреть на то, что происходит на пике пандемии, то были серьезные стрессы, оказывались на своп-рынок, на спот-рынок. И опять-таки, валютный форвардный рынок начал расти, как раз в связи с озабоченностью относительно двустороннего кредита. Клейринг ОТС позволит решить многие из этих проблем, обеспечит более свободный доступ к ликвидности и обеспечит новую консолидацию рынков. Ну, кредит-свитчинг, наверное, это прекрасный пример такой ситуации. Но для России в целом, а это еще более актуально, в России, где мы, как мы знаем, местные игроки имеют определенные ограничения в смысле доступа к международной ликвидности. И это такое раздвоение рынка между местными игроками, местной ликвидностью поставщиками и иностранными, международными поставщиками. Поэтому, я думаю, такое развитие ситуации будет очень важно для развития бирж и расчетов в ООТС, с тем, чтобы они не страдали от тех ограничений, которые возникают в связи с двусторонними расчетами и кредитом. Но если эти лимиты можно будет пересмотреть, то это будет хорошо. Ну, коротко вы говорили о данных, и вы говорили о матрице ликвидной. На самом деле, если мы посмотрим на восток, то возникает новая, глобальная, новый игрок Китай, ну, который хочет расти. Но очевидно, что нам необходимо открываться пораньше. Какие у нас вызовы и проблемы здесь ставят? Если говорить о данных, если говорить о справочном пункте где-то там в начале марта, это будет какая-то проблема или нет? Или о чем здесь необходимо подумать? Да, это может быть проблемой. Я, конечно, понимаю все взгляды на восток. В России это происходит, это имеет смысл. Индия, Китай, действительно, это рынки, которые, может быть, не дорастуты с точки зрения развития валютных рынков, если сравнить это с международными рынками и стандартами. Однако ценообразование, которое может меняться в течение часов, это всегда проблема. Ликвидно внести. В конечном итоге, как мы видим, что цены формируются, собственно говоря, легче там, где эти цены уже существуют, и где, собственно говоря, определение цены происходит в рамках модели Клопа. Я думаю, что, конечно, есть механизмы, которые позволят обеспечить формирование цен, например, открытые аукционы и так далее. Было бы интересно посмотреть на то, что на самом деле там происходит. У меня пока четкого понимания того, что там происходит. Нет. Общая моя точка зрения заключается в том, что по-прежнему нужно, чтобы имелось и местная, и международная ликвидность, для того, чтобы создавать оптимальные условия для потребителей. Это, наверное, самый эффективный способ проведения торгов в рамках стандартных операционных часов, даже не используя раннее открытие бирж. И участники могут получить абсолютную прибыль от этих спредов. У нас, по-моему, одна или две минуты остались. Хотелось бы пойти вперед. Некоторые инициативы, которые поддерживали достаточно активно. Ну, например, Speedbumps, о которых мы говорили в прошлом году. Я не знаю, вы видите слайды или нет. Но цены на Speedbumps – это 1 миллион 2-3 тика. Я думаю, что это важный вопрос, который определяет условия сегодня. Получить цены в миллионах за 2-3 тика – это, конечно, фантастическая возможность. И это, конечно, все хотят это сделать. Что вы можете сказать об этих Speedbump'ах? И что вы можете сказать о внедрении FIFA? Ну, Speedbumps – это, конечно, то, что мы поддерживаем. Мы поддерживаем рост и общего объема. Мы поддерживаем, что растет общий объем операций на биржах. Конечно, это очень положительно. Но, в частности, мы поддерживаем Speedbumps и на всех биржах. Идея заключается в том, чтобы маркетмейкеры получили определенную долю за счеты. Использовали какие-то сетевые преимущества, сетевые инновации, которые обеспечивают формирование цены на рынке. Это сложнее без этого маркетмейкеру получить дешевую ликвидность. Speedbump позволяет маркетмейкерам получить определенную защиту от каких-то выбивающихся из общей тенденции событий. И это помогает нам, в свою очередь, обеспечить хорошую глубокую ликвидность, о которой мы говорим. Если вы посмотрите на книгу, на сторона, то вы увидите не только физическое исполнение по спредам, но и более эффективное и дешевое их исполнение. И, видимо, спреды – это не те спреды, которые вы можете получить на рынке. Самое главное – это фактически эффективный спред, который вы получите. И он определяет, собственно говоря, возможности использования цен по своей книге. Это вы на всех рынках видите, что эти объемы продолжают расти, и что ликвидность действительно ассоциируется с этим ростом объема. Да, действительно, это то, что мы наблюдаем. И важно отметить, что происходит рост и количество участников рынка и с точки зрения определения и обнаружения цены. Поэтому это не только 2-3 поставщика ликвидности, которые отвечают за ценообразование. Это важно, потому что это обеспечивает защиту маркетмейкеров. Это формирует более здоровый рынок, происходит более равномерное распределение участников рынка, и ценообразование более эффективно. Кроме того, тогда участники безопасно выводят свои капиталы на рынок. Если на самом деле вы предлагаете это клиентам, которые не имеют доступа к рынку таким же образом, каким это происходит сегодня, учитывая, например, возможности по расчетам московской биржи, то возникает вопрос, как будут рассматривать люди эту ситуацию. А почему вот эта последствия FIFA важна? Ну, мы поддерживаем механизм FIFA. На самом деле, против чего мы его поддерживаем? Почему мы выступаем за FIFA, но против чего? Дело в том, что FIFA – это ситуация, когда участники рынка фактически должны закончить играть в рынке, и, собственно говоря, производить расчеты по своим заявкам и выбирая дешевый приоритет, потому что это предварительное условие, технологических условий работы платформы. Мы поддерживаем это в качестве средства сознания определенной устойчивости и понимания. Это, конечно, соответствует другим мерам контроля деятельности рынка, именно поэтому FIFA, как мы считаем, что можно использовать вкупе с Speedbump, потому что это позволяет понять очередность ваших заявок и в то же время обеспечивает вам защиту со стороны цены и обеспечит хорошую последовательную ликвидность. Спасибо большое, Джереми, спасибо большое за ваше видение. Мы сейчас вот должны заканчивать. Спасибо большое за то, что присоединились сегодняшние наши оппоненные дискуссии, и мы передаем слово нашим следующим выступающим. Да, я жду с нетерпением мою поездку в Москву, когда я смогу воочию вас всех видеть. Спасибо большое, Джереми, спасибо большое, Марк. Прекрасная сессия. Всего хорошего. Береги себя.